Я ничего не готовил. Мне хотелось с вами пообщаться, прийти. Я полтора года с вами не общался. Забыл, как кто выглядит. Вы тоже забыли, как я выгляжу. Может, даже не знаете, кто я такой. Если, может, вы не знаете, кто я такой, ну вот это я. Меня зовут Антон. Я работаю в JetBrains, девелопер-адвокат, чтобы это не значило. Работаю с командой Kotlin. Кто-нибудь программирует на Kotlin? Че так мало? А кто-нибудь программирует на Java? Тоже хорошо. То есть Kotlin плюс Java, больше половины здесь есть народу, да? Да? Ну, наверное. А кто не программирует на Kotlin, на чем вы пишете? Хорошо, на Kotlin и не на Java. То есть не на Kotlin, не и не на Java. Кто-то есть что-то. Прогите. PHP? PHP? YAML. YAML, TypeScript, что еще? Explore. Хипстеры сплошные собрались. Я на Java начал программировать в 2001 году. Ровно через 10 лет, когда уже работал в компании Zero Turnaround, я поехал на конференцию под названием JVM Language Summit. Это было в 2011 году, без двух месяцев 10 лет назад. И там анонсировался проект Kotlin. Тогда это было кодовое название, еще не название языка. В то время, если вы помните историю немножко, 10-й год, Sun Microsystems был куплен корпорацией зла Oracle, началась стяжба там с Google, все вот это вот, да. И Java как-то стагнировала, потому что у Сайм были проблемы с финансами, они не могли вложиться больше в разработку и так далее. И в это время начали появляться JVM языки, как грибы после дождя. Там Ceylon, повылазили те, которые где-то в корпорациях делали, в задворках, там Гозу язык, например, если вы слышали, Фантом. То есть их было много. Скала, Груи, естественно, тоже, там Кложер и так далее. И тогда было такое ощущение, что ну вот у нас просто полный зоопарк сейчас всего, выбирай, не хочу. И мы тогда в компании сидели и там за пивом обсуждали вот эти все новые языки, хипстерские, они, конечно, прикольные, но они нахрен не нужны никому. А почему? А потому что через два месяца у нас в Java будут лямбды. И вот эти все новомодные языки, они уже никому интересны не будут. У нас же будет модная Java с лямбдой. Лямбды не случились, между прочим, если кто помнит историю. Они появились в 8-й, в Java не в 7-й, и это было не в 11-м году, а в 13-м. Но не суть. Ирония в чем? Первая часть иронии в том, что 10 лет прошло, и я сейчас работаю в команде Kotlin. 10 лет назад я говорил, Kotlin нафиг не нужен. Ну, как интересный проект, но как язык никому не нужен. Вот я теперь работаю в команде Kotlin, рассказываю людям, как хорошо использовать Kotlin. Да, но еще большая ирония, история же, она циклична, как бы, вы же знаете, состоит в том, что вот были те аргументы, что в Java появятся лямбды, Kotlin, Skala, Groobie, никому не нужны. Сейчас, если посмотреть аргументы, которые пишут на форумах, пойдете на Reddit почитать, что-нибудь на Хабре почитать, там примерно похожие аргументы. Сейчас в Java завезут файберы, Kotlin будет не нужен. Это прям дежавю 10-летней давности, и выглядит примерно то же самое, особенно если как-то немножко знать, ну, какую-то, какие-то внутренности, да, платформы, языка и так далее. Что-то у меня тут тихо становится. И, значит, я к этому докладу вроде как готовился, сначала думал, буду рассказывать про Kotlin, да вы больше меня знаете про Kotlin на самом деле, как на нем писать, и как на нем правильно писать. Он мне слайдный, диаматичный Kotlin, да. Может быть, я парочку примеров покажу, но тут случился замечательный пост на Хабре. Ну, он не на Хабре на самом деле случился, а в комментарии в Reddit. Видите, кто использует ламблок? Ну, пришел… А? От Java без него никак. Вот. Легко. Опять обещали. Да, окей, неважно, там, в Java появились рекорды, больше ничего не нужно. Ну, опять, примерно такой же аргумент. Пришел, значит, автор ламблока и решил вывалить то, что он думает. Видимо, он немножко выпил перед этим. И не совсем, как сказать, продумал свой комментарий, может быть, был немножко на эмоциях. Комментарий получился, в принципе, прикольный, за исключением того, что, как бы, команда Котлина почитала, погрустила, думали, что все-таки создатель такой популярной библиотеки немножко больше может углубиться в предмет и написать более аргументированный комментарий. Вот. Но не суть. Мне, как бы, этот… Эта статья просто… Ее можно обложить попкорном и обсуждать разные пункты. Будет, как бы, весело. Вместо того, чтобы смотреть на код в слайдах или там в ВДЕ, это скучно. Кто-нибудь читал это? Это чтиво. Ты, понятно, читал почему? Так. Никто не читал, да? Три человека, два с половиной. Это Хаббер, да? Это Хаббер. Ну, как бы, оригинальный был комментарий на реддите, он был где-то в комментариях, не в посте, и кто-то вытащил его на Хаббер и решил, как бы, вот, ну, выложить. На самом деле, чем этот пост с точки зрения команды Котлина интересен? Там сейчас 620 комментариев, может, 650 комментариев аудитории, которая не использует Котлин. Я вам по секрету скажу, мы три года пытаемся достучаться до этой толпы и не можем, а тут нам пронесли это все на блюдечки. Вот. Окей. Значит, я хочу, как бы, интерактивчика. Как бы, мне не хочется формата сегодня говорящей головы. Я пришел с вами поговорить и вас послушать. Как же украинский чай отмечает это? Я думаю, что мы проведем ближайшую неделю, читая эти комментарии и пытаясь понять, как бы, ну, масштабы, вселенские какие-то масштабы мысли этой штуки. Глубину упорости. Глубину упорости, упортости людей. То есть это и есть работа адвоката? Слушай, кому-то ее надо делать. Да. Ну, не только адвокатов, конечно. Вот. Сейчас кратко пункты рассмотрим. Да, я кратенько загляну. Значит, наброс первый, кстати, самый странный на самом деле, по моему мнению и по мнению других тоже, Kotlin более проприетарный, чем Java. Аргумент заключается в том, что в генерируемых компилятором классах существует аннотация метадата, в которых значения сложены в виде бинарников. Ну, то есть, и она явно не задокументирована, что, ну, кстати, не так. Может быть, документация могла бы быть лучше. Это точно. Но, как бы, аргумент в том, что это, как бы, локин. И что тулинг-вендоры не смогут сделать хорошего тулинга вокруг Kotlin вот из-за этой фичи. Ну, наброс заключается в том, что человек, ну, или, как бы, груз заключается в том, что человек не не потрудился немножко покопать, что метадата на самом деле, ну, там не проприетарные данные, они упакованы, и поэтому они там бинарные. Ну, дополнительные какие-то... Что, я сам не вникал даже. Вы исполняемые коды или это? Нет, нет. Ну, например, в Java, например, дженерики стираются. В Kotlin не стираются. Можно вот эту метадату положить. То есть почти все GVM-языки в том или ином виде генерируют какую-то метадату и складывают ее куда-то. Это может быть констант пул класса, например. Это могут быть вот эти аннотации. И как этот формат туда положен, как эти данные туда положены, ну, можно задокументировать. Это может быть бинарный формат, это может быть текст. Кто-нибудь гигабайт текста зальет вам в класс файл. У вас будет класс файл гигабайт. Из него исполняемого кода пару байт, все остальное, какие-то метаданные, например. Вот такой первый аргумент. То есть... Генерирует токументирован. Херово документирован. Ну, как бы это хороший тычок команде пойти исправить, получше сделать документацию, но это совершенно не аргумент про пиртальность этого дела. Значит, ну, сообщество фанатиков, да, вы знаете этот мемчик, когда идет Java-девелопер, такой по улице закрывает уши, и сзади него идет Котлин, девелопер кричит Котлин в этот мегафон вот так вот. Это тоже такой мемчик ходит. Но это правда, как бы, конечно. Сейчас. Так, 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 так. Ну, то есть с этим пунктом ты согласен? Ну, подожди, этот пункт длинный, он состоит из нескольких пунктов. Одно дело, что это вообще нормальное поведение любого сообщества технологического. Тот язык, который вам нравится, или та технология, которая вам нравится. Там, сегодня вот Антону нравится свелта, завтра ему понравится вью, или опять вернется на реакт. Он придет и расскажет нам про то, что лучше использовать реакт или свелта, не важно. Я сегодня вам рассказываю, что Котлин молодец. Завтра, я не знаю, пойду, посчитаю спецификацию скалы, третий, и скажу, что, ну, нет, это все-таки самый феншуйный язык. То, что им никто не пользуется, или два с половиной коллеги, это другой вопрос, как бы. Это вопрос продвижения. А феншуйность технологии, это, как бы, такая высокая материя, да? Есть хаскель, на котором никто не пишет, но все на нем учатся. Ну, вот, например, да, хаскель. Супер. Так, подождите, я что-то потерялся, у меня какая-то дислексия началась. С пунктом 2. С пунктом 2. Я тебе говорю, он состоит из 10 пунктов. А же да или нет? Да нет, нет, нет. Смотри, у него есть вполне нормальные, резонные, не аргументы, а как консервные такие, да, что давайте проскучим второй пункт, я, может быть, к нему вернусь. Восьмибитный ответ, да, и все. Восьмибитный. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Что-то уже было, вот, все фичи Kotlin делятся на три категории. Вот по фичам интереснее говорить, на самом деле, это все всем близко, даже тем, кто, может быть, не программирует на Kotlin. Вот что-то было когда-то в Java, когда Kotlin только проектировался. Да, Kotlin как проектировался? Как JVM язык изначально? То есть он берет, как бы, конструкции из Java, их немножко улучшает. Посмотрели в книжку эффектив Java, посмотрели на другие языки, что в них хорошо, да, там, из Groovy одно заимствовали, из Python заимствовали то, что не нужно, там, new оператор писать, ну и так далее, да, такие вещи. И, как бы, аргумент, якобы, заключается в том, что вот это знакомый язык для Java-программистов, и что с Java будет легко перейти на Kotlin. Изначально это действительно было так, но сегодня это совершенно другой язык со своей философией, экосистемой, которая входит в JVM-экосистему, но на самом деле представляет собой другую экосистему с другими дефолтами, например, да, то есть, например, какие дефолты в Java, например, у нас есть классы, у нас по умолчанию открытые в Java. И это уже влияет дальше на тулинг, на фреймворки, на библиотеки, как они делаются, как мы исправляем баги, например, в библиотеках. Берем такие, нам не нравится, как поведение в библиотеке у класса такое. Мы его экстендим, переписываем функцию, замечательно, да. В Kotlin сделано по феншую, что мне лично не нравится и кажется диким, но это по феншую. У нас закрытые по дефолту классы, и поэтому вдруг нам надо встраиваться в экосистему Java, иногда бывает на костылях, да, там использовать какие-нибудь плагины-компиляторы для того, чтобы классы открыть, чтобы использовать их со спрингом, с хайбернейтом, с чем-нибудь еще. То есть, оно вроде как работает с экосистемой, вроде есть интероп, но это две разные экосистемы. И аргумент в том, что там будут знакомые конструкции, эти знакомые конструкции везде, потому что это C, как бы C-бранч или C-дерево языков. C, Java, Kotlin, Scala, все оттуда. На самом деле, по мне, в JVM-семейство уже давно не существует, там больше сотни языков, они все разные. Ну, никто их не пользуется, как бы... Успокойтесь. Зачем закрытости классов, я помню, я переживал когда-то на эту тему, а сейчас я вообще не могу сказать, что это меня... Потому что экосистема уже достаточно развитая, чтобы тебе на это забить. Когда оно начиналось столько, тогда не было библиотек Котлинновских столько, тогда не было фреймворков, которые поддерживают Котлин. Sprint не поддерживал Котлин таким образом, не было там экстеншн методов понаписанной и так далее. Вот. Чего-то, чего в Java не было и нет до сих пор. И они решили и сделали нечто важное, сделали все по-своему. Ну, какие примеры есть в Котлине? Например, property. Property есть в Котлине, в Java их никогда не будет. Потому что это проблемы с обратной совместимостью, которую в Java не могут поломать. Что претензии? Нет претензий. Здесь как бы идет не претензия, здесь идут пункты. Пункты сначала, а потом он выкатывает претензию. А претензия заключается в том, что вот в этой заключается. Я побольше сделаю, может быть, если вы читаете с экрана. Пойнт заключается в том, что вот смотрите, вот у вас два языка, один базируется как бы на другом. И сначала интероп вместе между ними как бы является приоритетом. И очень важно, что мы развиваем новые фичи и при этом как бы сохраняем интероп с платформой, в нашем случае с Java. Платформа же тоже не стоит на месте. Она развивается. И одинаковые концепты могут появляться в языках этих в разное время. Вопрос, у кого появится раньше. По мнению этого вопроса, то, что делает Java. Нет, я пытаюсь... Нагнать, она делает через статейку, спередить. Нет, 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 нет. Смотри, есть... Я другой пример приведу. Например, был язык... Ну, как был, есть. Язык Groovy. Когда он появился, он был суперсетом Java. Ты мог Java программу взять, Java файл переименовать в Groovy, парочку операторов поменять, потому что там была разница. Но по сути дела, то, что было Java, становилось автоматически Groovy. До какого-то момента. Пока не ввели лямбды. И тут вдруг оказалось, что надо и так поддерживать синтаксис, и всяк поддерживать синтаксис, и концепты не сходятся, в лямбды в Java одни, в Groovy другие. Беда. Да? Как это вместе совместить в одном парсере? Вдруг аргумент про то, что можно просто взять, скопировать Java код и назвать его Groovy, развалился. Здесь примерно про то же самое. Не было, например, в Java, вот последний релиз Kotlin, он как бы был с этим связан, не было в Java рекордов, ну или дата-классов, назови их так, да? В Kotlin были дата-классы, которые решали какую-то одну проблему. В Java пилят Project All Howl уже много лет, и частью его, на самом деле, немножко левой пяткой, являются рекорды, которые выглядят для обычного обывателя, как будто бы это замена дата-классов. На самом деле, там в будущем, это не замена дата-классов, это другая история. Функциональность, или не Китай, а Мешков? Ну, тут вообще история не про функциональность. Я имею в виду, по количеству вокруг этого. Да, но сет, они очень похожи, и с этим надо как-то жить, и как-то интеропиться. И тут вот, как бы, уже у Kotlin, сколько это было наделано, вперед, и Java похожие фичи, но по-другому добавляет в язык. И его аргумент, вот как раз про то, что, как с этим дальше, как это все дальше поддерживать. Разные сценарии могут быть. 5-5 лет пишут проекты, которые половина на Java, половина на Kotlin, или все его проблемы? Его проблема, не знаю, вот мы как бы до сих пор гадаем, что он выпил, перед тем, как написать, но... Как я понимаю, он пытается объяснить, почему не имеет смысла пересаживаться на Kotlin. Ну, да, его главный аргумент, чем Kotlin хуже Java. У меня есть другие аргументы, почему Kotlin хуже Java, как бы, но не вот такие. У него довод, в принципе, что Kotlin идет вперед и постоянно в экспериментах каких-то, а Java получает что-то уже проверенное. Вот беда, беда или не беда в том, что Kotlin на самом деле не занимается экспериментами. Он берет готовые решения из других языков, его уже где-то обкатали. Кто-то идет еще перед Kotlin? Единственное, я знаю единственную фичу. Он не значит известную конструкцию, не вы думаете. Я знаю одну только конструкцию в Kotlin, которую я не знаю в других языках. Это лямба с ресивером. Все. Больше нет ничего нового. На лобилити есть в других языках тоже. Вот. Где здесь, подожди? Кто-то семантически ближе к JVM? Kotlin или к Java? Java, конечно. Ну, как бы без вариантов Kotlin приходится действительно делать костыли, чтобы… Да вот это вот метадата-аннотация. Ну, как бы не предусмотрено это в JVM. By design нету. И все языки другие придумывают какие-то свои костыли. До того, как в Java появился invoke-динамик, например, в 7-й Java, тоже динамик-диспатч как-то делали, каким-то образом, да? Без invoke-динамика. И таких, как бы после invoke-динамика, еще таких костылей осталось много. То есть, как я понимаю, если я использую, начиная, Kotlin, то мне надо подтягивать какую-то Kotlin-библиотеку в зависимости от ее версии, да? Ну, SDK, конечно, есть. Да. Ну, и компилятор же, Kotlin-овский тоже. Ну, или вот у него еще аргумент есть. Ну, дальше уже таких совсем странных аргументов нету, но непонятно, какие выводы человек может из них делать. То есть у меня такое ощущение, что человек создал свою модель мира какую-то или видение мира в голове и делает по ней догадки, что может быть и как бы стало, например, да? Но при этом не имея информации. Я, кстати, вспомнил, что в Kotlin уже так сложно не видел до этого другого языка, как ко-рутины. Ко-рутины? Ну, хорошо. Это как бы синтаксически сделана другая реализация, но на самом деле концепция, она есть в других местах тоже такая же. Сама суть асинхронности, возьми JavaScript. То есть это не новый концепт. Да, но это не новый концепт все равно. Даже, в принципе, лямбда с ресивером. Тоже JavaScript там по другим углам посмотри, будет тоже лямбда с ресивером. Да, а, аргумент в чем еще стоит? Что в Java добавляются новые фичи, и они как бы якобы в уме людей эквиваленты существующим Kotlin-фичам. Вот здесь хороший пример. Он не сильно броский, но он как бы к этому аргументу приложен. Вот, инстанцов якобы Kotlin-овский. Вообще не понимаю, почему он его Kotlin-овским назвал. По-моему, это Java. Java, не, 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 смотри. Ну, хорошо, вот, до 14 Java, вот так. Помните, мы делаем инстанцов, проверяем, что это того типа, делаем cast, типа, надо. Ну, как бы, и наден. Ну, как бы, это идиом. Идиом в Java. Я, по-моему, такого кода видел тонны просто. Вот, дальше, почему он system out println происпользовал? Ну, просто, видимо, действительно не выспался, когда писал комментарии. Ну, короче, да. Предположим, что это Kotlin. Предположим, что это Kotlin, и вместо инстанцов здесь, на самом деле, должен быть написан из. Ну, и как бы вот system out убрать, и будет Kotlin-код. Да, но не надо каста, да? Ты придираешься. Подожди, я не придираюсь, я объясняю. Ну, вот, в 16 Java якобы ввели такую же вещь. И не смогли не вставить костыль. Да. Вот. Я к этому и веду, что да, можно имплементировать эту модную фичу, но придется вставить костыль. И чем дальше, тем труднее. Да, конечно. Что здесь еще? Теперь Kotlin должен сделать выбор. Убить старый способ, как переделать, и переделать как в Java. Ну, не будем мы переделать как в Java. Зачем? В этом весь поинт был. Оставить все как есть. И аргумент, что перейти из Java на Kotlin легко, будет слабее и слабее с каждым новым релизом. Вот мне кажется, этот аргумент очень странным. Как бы, это другой язык. Нет, но если ты помнишь, сначала просто адвокаты Kotlin, в том числе архитектор, говорили, что изначально задумывался, как язык, где за неделю Java можно переучить. Ну, не за неделю. Ну, хорошо. Допустим, за неделю, даже за вечер, как раз когда так говорили, я не работал в команде. Нет, ты говори в вашем аргументе, который у нас выступал туда. Да, да, да. Андрюха приезжал сюда. Да не только Андрюха приезжал, Илья приезжал сюда тогда тоже. Для меня это был самый слабый аргумент в пользу Kotlin. Если мне язык не дает никакого нового способа программировать более эффективного, то в нем не имеет смысла вообще никакого. Я, кстати, контекст просто не перетал, потому что я тебе задал вопрос, почему Kotlin не Skawa? Вот он мне сказал, что Skawa ты будешь полгода переучивать, а здесь я занятие буду учить. Тут он в чем-то прав, в чем-то, может быть, не очень. Получается, что сообщество Kotlin это сообщество людей, обидевшихся на вороков, из-за того, что им не разрешают понять язык, и вот отделившись, а им свои присутки отщепенцы. Отщепенцы. Отщепенцы, да. Ну, я не думаю, что так произойдет. В том-то и дело. Хорошо. Так, у нас времени еще остается какое-то, да? Десять минут. Третье, третье, третье. Сейчас, подожди. Куча способов сделать одно и то же. В тени Джава. В тени Джава. Знаете, что? Вот, в тени Джава. Интересный момент. Альтернативные GVM языки, более-менее ходовые, появлялись где-то с 2003 года. Ну, возьмем Skawa, Groovy, седьмой год, там, Kosure, и так далее. Skawa? Ну, не, Skawa, шестой. Начал делать в третьем, в шестом сказал, что Skawa молодец. Значит, или ты меня сбил? Я хотел, что-то у меня мысли было великое. То есть, пойдем снова в тени Джава. Да, вот, правильно, в тени Джава. За это время, вот там, с пятого года, там, по двадцатый возьмем, каждый год какие-нибудь маркетинговые компании делали кучу исследований, опросников, сколько же там, какой сегмент, кого в этой Джава экосистеме. И всегда было так, что альтернативные GVM языки, ну, хорошо, если кто-то дорастал до двух процентов. И, как бы, три процента, это были какие-то, ну, грешности, во-первых, или какие-то очень нерепрезентативные выборки. Сегодня, не сегодня, в прошлом году по многим таким опросникам у Котлинга было уже пять процентов. Это, извините меня, как бы, очень большой шаг. И, как бы... А Google еще объявил, что он написали на Android? Он в девятнадцатом году это объявил. Ну, как бы, да. Но, я говорю, что пять процентов, это какой-то, как будто бы перепрыгнули через какой-то такой довольно серьезный барьер, который десятилетия не поддавался языкам. Я слышал, наоборот, что это подстегнуло Java комьюнити развивать язык, что они начали бояться, что соскучатся. Java комьюнити не развивает язык. Мы имеем в виду авторы. Java развивают корпорации. Авторы, я имею в виду. Авторы, да. Ну, авторы. Но они начали судорож, значит, фигачить новые вещи. Но это не так. Это догадки. Это догадки. Нифига такого нет, ребята. Пойдите, почитайте мейлинг-листы, сходите, посмотрите записи с JVM Language Summit, нет такого, что ой, нас сейчас Scala задавит или ой, нас сейчас Kotlin задавит. Нет такого у создателей Java. Они заняты 99% времени платформой, а не синтаксисом языка. И только тогда, когда вот нужно что-то там чуть-чуть лучше разработчиков жизни сделать, они там прикручивают костыль, вот как в Instance. не хочу матом ругнутся сейчас. Фетиш на синтаксис это прерогатива альтернативных языков. Больше никого. не удивишь. кто поддерживает там вот эти OpenJava? Да, глупый вопрос. Смотри, OpenJDK это JVM, это проект. это JVM то, на чем запускается. Kotlin это просто язык. У него есть компилятор, который генерирует какой-то байт-код в данном случае Java, JVM байт-код, который будет запускаться на OpenJVM. OpenJDK. Да. Да, да, да. То есть, ну, не проблем, конечно. А, что тут еще? Ну, очень такое, как бы, мне просто было интересно как бы ваши какие-нибудь комментарии, а что-то вы как-то не это самое. Женя, молодец. Во, 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 на лобилити, на лобилити. Как бы, optional это хорошо или плохо в JVM? Так как в JVM плохо. Так как в JVM плохо. Вообще плохо. Совсем плохо. Вообще плохо. А на лобилити в Kotlin? Лучше. Ну, как-то не уверенно, да? Нет, уверенно. А в JVM, в Kaskill, в Kaskill. Окей, хорошо. Ладно. Ну, поскольку была заявлена тема, и диаматичный код. Давайте все-таки один пример и диаматичного Kotlin посмотрим. Может, в D-E. Ну, просто, чтобы веселее было немножко. Вот. У меня очень наивный код здесь написан. Специально очень такой студенческий код. Побольше, да? Скорее. Видно нормально всем, да? Хорошо? Вот. Ну, типа, adjust speed. Какая у нас погода, так и будем ехать. Ну, Tesla делаем. Автопилот Tesla. Ну, что здесь можно делать? Давайте подсказывайте мне. Altenter. Молодец. Где будем делать Altenter? F2. На WEN? На WEN? F2. Давай, на WEN. Ой, что-то я… Что-то я… У меня руки кривые. Так, дальше что будем делать? Все, F2 теперь. F2 на метод прыгнули. Еще F2. Не, не, слушайся, слушайся. Нет. Так, сюда хотели. Altenter. Что теперь? Еще раз. Убираем, давай так. Еще раз Altenter. Ну, то есть метод все становится… Кода становится все меньше и меньше, да? Мы видим эффект. Что дальше? Теперь равно. Теперь все стираем. Нет. Сбираем, чтобы было не что. А, да, да. Так. А теперь? Драйв убираем тоже. Драйв убираем тоже. Вот. К этому я и хотел подвести. Это один из главных, я считаю, нормальных аргументов те, кто любит Java и говорят, что в Kotlin мне это плохо. Это они… Это плохо. Это плохо. Мне этого не хватает в TypeScript. Самое главное… Акцентричен. Его равно через лямбку. Плохо, да? Это плохо. Ты можешь константу сразу… А почему плохо будет? Давайте, давайте, давайте. Сейчас у нас return type какой? Drive, да? Поставь комментарий на… Андрей. Позовите, что он документировал. Я задокументировал. Желодок, неважно. Ты говоришь, что плохо для Java, конечно, это равно или то, что ты убрал тип? То, что я убрал тип. Все плохо. Вот. И, допустим, я сейчас делаю вот так. Ну, потому что мне захотелось. В одном месте у меня тип… У тебя там object. Да, у меня тип там any на самом деле, но object. Пускай будет object. И это плохо, особенно если это публичный API. Ну, как бы мы поменяли вдруг тип возвращаемой функции, публичный API, у нас все поломалось. Другая тема, почему людям не нравится type inference. Ну, то есть я говорю, что… А, ну, подожди. Хорошо. Еще одна тема, да? Если мы смотрим на этот код не в идее, а мы смотрим часто на код не в идее, или даже вот… Сейчас, подождите. Чу-чу-чу-чу-чу. Сейчас. Вот так вот сделаем. Ну, зараза, он так не сворачивает. Ну, ладно, фиг с ним. Будем вот так делать. Короче, посмотрев на сигнатуру метода, мы не можем сказать, что она конкретно возвратит и как. Наведи на функцию. И почему? Нет. Что значит наведи на функцию? Я смотрю на этот код где-нибудь в BitBucket сейчас. Ну, смотри, это, кстати, тот спорный вопрос. Для публичных методов это плохо. Но если это какие-то приватные методы… Вот, для приватных методов вообще без вопрос. Да. Даже в функциональных языках этот спор делится уже 10 лет. Потом есть вещи, которые как бы в джаве, в джаве люди тоже не любят на самом деле. В джаве есть чуваки, которые в VAR поскольку… Да, вот, я сейчас про это и хотел сказать. VAR. Кто любит VAR? Почему в джаве нет VAR? Вот это самое. Вот там есть final VAR. Ну, вот VAR X там равно string, да? Ну, или там еще лучше. Get something. Ах, точка запятой хреново. То забываешь ее писать, то… Вот. Вот так. Пускай так будет. Если на этот код смотреть не VDE опять. Что это? В названии X я пускал something. Да. Название переменной. Да, название переменной, something какой-то. Это, то есть, ну, мы говорим о том, что это говнокод в принципе, да? Как бы, но возможность языка позволяет тебе писать этот говнокод еще лучше. Я к этому, да. Ну, в том, что легче. Я про это, легче, да? Очень сильный. Да. И если все-таки тебе говорят контраргументом, что, ну, ты же можешь написать тип. Ну, возьми, ты взрослый человек, возьми, напиши тип. Такой, хоп, ну, стринг, да? Вот. Для человека, который писал 20 лет на Java, вот этот синтаксис с двоеточьей и тип справа очень плохо читается. Очень плохо читается не VDE. Особенно, если делает человек код-ревью, например. А вы видели людей, кто пишет, например, на Java и не пишет, при этом на текст-крипте очень легко. Дофига. Подожди, вот когда ты говоришь, да все пишут или да никто не пишет, это значит, что ты живешь в каком-то пузыре. Не, ну я к тому, что если человек пишет только на Java, исключительный, больше ни на Java, то этот человек не развивается, в принципе. Нет, не обязательно. Ну, почему ты так думаешь? Ты думаешь, что только в разрезе там веб-приложений, например. Может он развивается? Может он в десктоп, может он в десктоп такой от VUGA делает, не знаю. Может он дата-процессинг делает, там нет вебчика. Ну, как бы... Это в печее. Да, да. То есть человек не смотрит в сторону, значит, ему как-то неинтересно. У него огромный свой мир, понимаешь? Зашоренный максимально. Своя огромная песочница. Да, своя огромная песочница, он никогда до конца этой песочницы не найдет. Я никогда не смотрел, но можно ли настраивать компилятор, чтобы он, например, заставлял идти? Ну, можно инспекции писать, можно будет плагины писать, можно будет... Можно писать инспекции к идее, как бы, ну, неважно. Вот. Поставь форнинг, который не будет... Не, я имею в виду, чтобы не компилировалось, именно чтобы... Да. Компилятор плагин. Ну, плагин компиляторный, как бы, да. Ну, то есть вот этот язык для... Вот этот вот синтаксис, тип слева, как бы это ни было странно, легче читается на код-ревью. И, кстати, ну, мне, мне, в принципе, тоже. Хоть я и адвокат Котлина. Вот. Я не знаю, а... Промежутки в Котлину скобочке написали, типо он подсказывает, что это Котлина, что это держава. Еще раз. Там в промежутке написал, там, в скобочке, говорят, Котлина. Это почему? Подсказывает, реглама. Я что-то не понял, про что вы. Это 25-й кадр. 25-й кадр. Подожди, я не понял про что-то, еще раз. А? По папу, у тебя по папу выпал, когда ты написал стринг, у тебя выпал с по папу, и там что-то подсказка была. Вот, вот и кейс-коп, когда по папу был подсказка. Во, во. Да. Так это папа очень подстринг. Ну, это означает, что это Котлиновский стринг. А чего отличается от Джавовского стринга? Он другой. Чем отличается Дотнетовский стринг от Джавовского? Отпишется с маленькой буквы, да. Ну, в самом деле, здесь это прикольно, что стринг в рантайме, он Джавовский стринг. В рантайме будет Джавовский стринг, а в Котлине есть какие-то дополнительные примочки. Они делали хирурги. Ну, ладно, я говорю, что мне хотелось с вами немножко поинтеррировать, не делать презентацию и так далее, но я надеюсь, вам все равно понравилось. Вот, надеюсь, нам еще разрешат здесь собираться. Спасибо вам всем. Спасибо.